который издевался над всем молдавским народом как узким болгарским всем подобное почему я поздравляю нас всех я же знаю что были сторонники и были противники этой системы значит лет 15-20 назад я общался с одним стариком пожилого возраста и он участвовал какой-то партии свое время когда он был значит и человек тот говорю так я состоял ходов партию то время я не помню как назвать эти партии но горит мы молились чтобы быстрее нас разорили чтобы быстрее нас расформировали или еще что такое я спрашиваю почему потому что вот этот режим был такой режим какой партии они шаг лево шаг право у них не было такого строгая дисциплина с одной стороны руководители делали что хотели а им запрещали даже дышать свободно и говорит когда арестовали нашего руководителя говорит мы с облегчением начали дышать воздыхать что мы уже готовы были вместе с ней с ними сесть в тюрьму но чтобы освободиться от этого давления поэтому я сегодня говорю что очень многие по сырым которые были под давлением угол с утра поэтому извиняюсь значит и люди хотели избавиться от этого они были готовы сесть в тюрьму но от этого режима уйти я уверен что очень многие те которые были здесь в кангазе более 1500 человек которых привел додон насильным образом многие из них проголосовали против этого системы значит я нас всех поздравляю с этой победы но есть такая поговорка маленькая победа в большой войне вчера была у нас вторая победа маленькая в большой войне у нас сегодня уже еще не кончается борьба где том что только начинается есть скажем таких чтобы не было больших скандалов есть два выхода молчать и пускай кто что хочет делать и другой ухо чтобы не было большой скандал сразу начали надбить чтобы те еще не очухались вере находятся как себя поведет президент мы не знаем но без скандала это не обойдется дальше что хочу сказать мая григорьевна мы вас уважаем мы вам доверили мы доверили вашей партии это очень прекрасно но хочу вас как президента нашей республики главы как главы государства некоторые такие маленькие обращения в вашу сторону хочу вам сказать одну вещь что человек который не любит обличение он уже заранее обречен на провал обличение это не говорит о том что мы вас будем обсуждать обличие это говорит о том что если у вас что-то не будет если вы где-то свернете не так или вас под какими-то страхами или еще что-то вас будут пугать и вы будете делать не так мы вас будем обличать а вы должны это все принимать и дальше идти вместе с народом это мой такое как бы пожелание дальше хочу сказать руководство страны президент